Открывая работу съезда, глава района Андрей Иванов выразил надежду на то, что этот форум станет новой страницей в развитии сотрудничества районного бизнеса и администрации. Затянувшийся глобальный экономический кризис требует активного поиска новых форм эффективного взаимодействия предпринимательского сообщества и местной власти. И тому есть целый ряд конкретных положительных примеров. Для нашей поддержки в этом году открылся первый в московской области каворкинг-центр. Это на самом деле удобная площадка для взаимодействия предпринимателей и хорошая база для появления так называемых стартапов, для работы начинающих бизнесменов. Оптимизация расходов на аренду является серьезным подспорьем для тех, кто только начинает свой бизнес. Мы также очень рассчитываем, что каворкинг станет и мощным образовательным центром для всех, кто хочет открыть свое дело. Или для тех, кто это сделал совсем недавно. Кстати, в этом месяце в нашем каворкинге будут доступны услуги торгово-промышленной палаты. И это важный шаг вперед. Открытие специальных окон для предпринимателей в МФЦ, снижение аренды для социально ориентированного бизнеса, регулярные открытые личные приемы главы также способствуют оживлению делового климата. С приветствиями к делегатам обратились и вице-президент торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев и советник президента федеральной ТПП Георгий Петров. О работе, проделанной за последние годы, отчитался теперь уже бывший президент Одинцовской палаты Андрей Ватажицын. Сотни отработанных обращений предпринимателей, обслуживание десятков экспортеров, тысячи выданных сертификатов происхождения товаров, знаковые благотворительные проекты. В свою очередь, вновь избранный президент ОТПП Виктор Тарусин пообещал сохранить достигнутое и предложил новые векторы развития. То количество предпринимателей и действующих предприятий, которые есть на территории района, это 14 262 предприятия. Вдумайтесь, невероятная цифра. При том, что членами действительно является всего 92 предприятия. Мы уверены, что до конца года эта численность существенно кратно должна увеличиться. Мы будем поддерживать и развивать инвестиционные проекты как на уровне среднего и малого бизнеса, так и крупные проекты. И мы считаем, что в работе с СМП, то, что называется средние и малые предприятия, необходимо использовать максимально новые механизмы, новые технологии. В планах ОТПП увеличение к 2020 году численности членов до 2500, развитие международной деятельности, привлечение инвестиций и продвижение инновационных проектов. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.